Друзья, и снова здравствуйте! Я рада приветствовать вас у себя на кухне. И сегодня вашему вниманию хочу предложить простой, вкусный, интересный перекус. Это блинчики, но не совсем обычные, а приготовленные на картошке. Отвариваем картошку и делаем пюре. В принципе, такие блинчики можно готовить из картошки, которая осталась там, к примеру, с ужина или с обеда. Даем ей немножко остыть, можно не полностью остужать. Добавляем яйца, перемешиваем хорошо. И вот в итоге у нас должно получиться вот такое вот однородное пюре. Добавляем часть молока и снова-таки перемешиваем. Нам нужно все довести до такой однородной консистенции. Добавляем соду и еще часть молока. Молоко я вожу не сразу все, а в несколько этапов, чтобы добиться нужной себе консистенции. Добавляем муку и снова-таки все перемешиваем. И так чередуем молоко, мука, молоко, мука. Это для того, чтобы комочки хорошо разошлись. На этом этапе я остановилась. Добавляю растительное масло. Снова-таки перемешиваем. И вот в итоге такое тесто у нас получилось. Сковороду смазываем немножечко растительным маслом. И жарим блинчик. Блинчики жарятся довольно-таки просто, быстро, как обычные блины. Но тесто по вкусу получается очень интересно. Смотрите, поменялся цвет. Сверху блинчик уже не липкий. И можно его переворачивать. Они получаются намного нежнее, чем обычные блинчики на молоке. А во вторую часть теста я добавила зелень по вкусу. И вот в итоге все быстро, все просто, интересно. Завтрак получается очень вкусный. Нравится как взрослым, так и детям. А такие блинчики я, к примеру, подаю со сметаной. А с них можно еще сделать очень классную закуску. Кстати, ждите, в скором времени покажу, как я эту закуску готовлю. Ну что ж, вот такое в итоге количество блинчиков у нас получилось. Блинчики эти можно подавать как сметаной, так и с абсолютно любой начинкой. Они будут очень вкусными. Они эластичные, тонкие и нежные. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецепт. Если он вам понравился, подписываемся на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok